Кубань 24 Производство мебели, столярное дело, а также ремонт и обслуживание легковых автомобилей С успешным участием в соревнованиях ребят поздравил губернатор Краснодарского краевения Амин Кондратьев Ну а студент монтажного техникума Александр Куропятник завоевал первое место в национальном чемпионате молодые профессионалы И начинающий мастер стал лучшим в направлении сухого строительства и штукатурной работы И сегодня Александр в нашей студии вместе с директором Краснодарского монтажного техникума Сергеем Николаевичем Рябиченко Здравствуйте Итак, давайте начнем по порядку Александр, наверное, все-таки с вас Вы вот только-только буквально вернулись с Южно-Сахалинска Расскажите ваши впечатления о чемпионате Насколько сложно было для вас участие в таком формате? Приходилось ли вам раньше участвовать в таких серьезных масштабных этапах? И насколько сильна была конкуренция? Здравствуйте Для меня этот чемпионат такого уровня был впервые Очень масштабный, очень много людей в нем участвовало Было очень сложно и тяжело морально и физически Сам чемпионат проходил в Южно-Сахалинске Для нас это для всей команды Краснодарского края Это было очень тяжело Очень длительный перелет, большие проблемы Это было очень тяжело Но вы справились достойно Вот, кстати, как вы оцениваете не только свое выступление Мы вас, конечно же, поздравляем с победой Но выступления всей нашей сборной Насколько уверенно и достойно держались наши ребята? Вы же наверняка общаетесь Да Ребятам пришлось очень тяжело Они очень старались Но не у всех получилось занять первыми Да Об этом еще скажем Сергей Николаевич, теперь вопрос к вам О том, что вы уже не первый год достойно готовите таких ребят, как Александр Расскажите, в чем заключается ваша работа По каким вообще специальностям ведется обучение И в частности подготовка молодых профессионалов WorldSkills Да, действительно Александр у нас уже третий чемпион Российской Федерации Начиная с 2016 года Три года подряд Наши студенты, выпускники становятся победителями первенства России Национального чемпионата Также наши студенты принимали участие и в первенстве Европы по данной компетенции И в первенстве мира Откуда мы тоже привезли медали за профессиональное мастерство Ну, надеемся, что и Александр, проявив себя достойно на нацфинале Войдет в состав национальной сборной И будет достойно защищать честь Кубани На первенстве Европы и последующем на первенстве мира В Казани в следующем году В следующем году, то есть это следующее масштабное событие Правильно ли я понимаю? Как вы готовились? Давайте сначала все-таки обсудим Южно-Сахалинск Раз уж вы заняли там первое место Какие были там задания? Готовы ли вы были к ним? Или это что-то непредсказуемое? Каждый раз невозможно знать наперед, что могут попросить эксперты В этих соревнованиях был изменен порядок проведения чемпионата Задание было полностью скрыто, мы о нем не знали Мы готовились, основываясь на заданиях прошлых лет Прошлого, позапрошлого и прошлого мирового чемпионата Готовились по этим чертежам, по этим конструкциям Участие в Казани, это теперь для вас уже гарантировано? Или еще будут стоять какие-то соревнования? Для участия в Казани придется пройти огромный курс тренировок И не один отбор, это будет очень сложный путь, очень сложная дорога Для начала надо попасть в расширенный состав сборной После этого просто проходить тренировки и отбор просто в состав И это очень большой путь впереди Мы будем следить за вашими достижениями и успехами Обязательно будем о них рассказывать Сергей Николаевич, возвращаясь вообще к такому движению, как WorldSkills Что дает молодым людям, вроде Александра, участие в такого рода чемпионатах? Как они готовятся и что из этого получается в конечном итоге? В конечном итоге, получается, вы уже увидели Вот такие вот звездочки, такие победители И, безусловно, вступив в это международное движение И активно в нем участвуя Мы добились прежде всего того, что существенно повысили уровень качества подготовки наших выпускников Ведь сейчас, согласно стандартам последнего поколения Выпускники техникум и учреждениям вообще СПУ в целом Они будут в обязательном порядке и сейчас уже сдают выпускную практическую работу А будут сдавать в ближайшее будущее демонстрационный экзамен Который основан на требованиях как раз вот движения WorldSkills То есть они будут выполнять практические работы Которые соответствуют мировому уровню И, безусловно, участвуя в этом движении Мы, как говорится, нарабатываем практику Хотя мы демонстрационный экзамен уже проводили для своих выпускников Достойно его провели По баллам лучшими в Российской Федерации Среди тех учреждений, которые проводили демоэкзамен по данной компетенции И, конечно же, это качество подготовки И, конечно же, это привлечение и профориентационная работа В отношении направления наших подготовки Прежде всего строительного блока Строительный блок Это действительно очень важно Сейчас на таких специалистов, насколько мне известно, большой спрос А на высококлассных специалистов тем более Давайте пообщаемся по телефону с победителем прошлых лет На связи с нами Алексей Луценко Победитель WorldSkills 2017 Здравствуйте, Алексей Здравствуйте Прежде всего, расскажите, пожалуйста, нам о своем участии в чемпионатах WorldSkills В какой компетенции вы выступали И, главное, что дала вам победа вот в этом чемпионате 2017 года? Ну, я выступал в компетенции сухое строительство Что мне дало, это огромный опыт, во-первых Во-вторых, это было очень интересно Плюс знания Сейчас, в данный момент, устроился работать в Краснодарском монтажном техникум Буду также готовить будущих специалистов Буду обучать студентов Буду передавать свой опыт Скажите, а в процессе выступления в чемпионате Вот в этих соревнованиях к вам Уже поступали тогда на том этапе предложения о работе? На том этапе нет, но после чемпионата было пару, как это было сказать? Интересных предложений, но вы выбрали все-таки остаться в стенах родного техникума Ну что ж, спасибо большое Алексей Алексей Луценко, победитель чемпионата WorldSkills 2017 Стало быть, тоже ваш воспитанник И теперь занимается в том числе и вашей подготовкой Ну, расскажите, что дает теперь лично вам участие в чемпионате Вот в этих чемпионатах, Александр, как планируете дальше себя видеть? Тоже будете, как и Алексей? Планируете остаться в стенах техникума? Ну, до этого еще далеко Во-первых, надо попасть в сборную и продолжить свой путь Вот развитие и участие Да, в чемпионатах WorldSkills А дальше будет видно Многим участникам, призерам И не обязательно победителям предлагают контракты на работу Скажите, а вот ваши однокурсники, может быть, ребят, которые учатся с вами на курсах младше Они вообще стремятся попасть в это движение WorldSkills? Стремятся ли, как-то, я не знаю, повысить свой класс за счет участия в чемпионатах? Тянутся ли? Да, разумеется, самым активным это очень интересно Они ходят, дополнительно смотрят на тренировки, занимаются Вот как это у меня было со мной Я наблюдал за ростом, за тренировками Алексея Когда он только ходил, учился, занимался Я оставался после пар, после практики Перенимал опыт Да, свой первый опыт Сергей Николаевич, ну а если говорить о прикладном характере Понимаем, что выпускников достаточно много Наверняка большая часть, может быть, меньшая, несуть важная из них Имеют отношение к чемпионату WorldSkills Но вот такие мастера, как Александр, как Алексей, они готовы остаться в стенах техникума и готовить профессионалов дальше Но, в принципе, для большинства, которые уходят все-таки и начинают искать, скажем так, себе рабочее место где-то на стороне, на каких-то производственных предприятиях Они более востребованы по сравнению с другими ребятами? Конечно же, безусловно Потому что, помимо огромного опыта вообще жизненного, да, но они получают очень хорошие навыки И, переходя на производство, да просто те соревнования, которые мы проводили И вы знаете, что в прошлом году мы проводили Перенимацию России в стенах экспограда в городе Краснодаре Было очень много работодателей, которые наблюдали за работой ребят на площадке И, конечно же, предложений поработать и получать хорошую заработную плату получают достаточно А само движение, ведь мы же не просто так вот увидели, допустим, в Александре или в Алексее какую-то звездочку А проводится очень большая, так скажем, селекционная работа То есть в это движение вовлечены все студенты техникума Каждый студент техникума, освоив компетенцию, мы проводим соревнования сначала внутри группы Потом между группами, внутри техникума Затем уже лучшие попадают на первенство края, ЮФО, отборочные И вот пройдя такой длительный путь отбора, набравшись опыта и доказав, что они действительно в числе лучших Тогда уже они попадают на первенство Российской Федерации, на национальный чемпионат Ну а по итогам уже в национальную сбору Это большой длительный путь, да? Большой путь, а вот говоря все-таки о тренировочном процессе Ну мне, человеку, который не имеет, скажем так, непосредственного отношения к рабочим строительным специальностям Сложно представить, как происходит тренировка и подготовка к чемпионату WorldSkills К определенному этапу, неважно, это региональный или федеральный уровень Я знаю, что у вас есть какие-то инструменты, наверняка есть какие-то материалы Вы учите с ними работать, это все идет в процессе Но когда ты вступаешь на это направление WorldSkills, как меняется процесс обучения? Меняется процесс обучения кардинально Появляются огромные ресурсы Новейший профессиональный инструмент, которым ты можешь работать И тебя обучают им работать Новые знания, новые какие-то наставники Да, да, знакомство с самыми современными технологиями, которые применяются в этой сфере Вот тот мировой уровень, о котором и говорят эксперты Да, это все приходит с начала обучения, с начала подготовки к чемпионатам Сергей Николаевич, какие специальности, вот помимо той, которую представляет Алексей и Александр Я имею в виду сухое строительство и штукатурные работы Вы бы тоже выделили в вашем техникуме Чем интересуются ребята, в принципе, на какие специальности сейчас поступают И кем хотят стать Почему сейчас вообще появился такой спрос на строительные рабочие специальности? Ну, спрос на строительные специальности, он у нас давно Никогда не падал, да, да, никогда не падал И поскольку у нас строительство очень динамично развивается Много строится жилья и других зданий Вот спрос на наших студентов всегда был и есть велик Здесь хочется сказать, что вот та специальность, о которой вы говорите У нас, в принципе, нет такой специальности У нас специальность, по которой учатся и Александр, и другие ребята Это строительство, эксплуатация зданий и сооружений Но в рамках этой специальности, помимо диплома Они получают еще удостоверение, свидетельство о присвоении квалификации По той или иной рабочей специальности И вот как раз эта специальность, по которой Александр выступал Сколько встретился штукатурной работы Она в рамках рабочей профессии получается как бы дополнительно к основной И здесь это очень важно и интересно, вот то, о чем говорил Саша Что ребята, те, которые хотят действительно что-то в жизни добиться Они не считаясь со своим временем, после занятий приходят и углубленно стараются заниматься Повышать свой профессиональный уровень Не обязательно, может быть, стать таким вот победителем, как наши выпускники А просто понимая, что это в жизни пригодится И ты будешь более востребованным, более качественным специалистом Это, безусловно, используется Это, конечно, скажите, правильно ли я понимаю, что в рамках тогда вот своей специальности Да, в которой Александр проходит обучение Он может вот освоить вот эту, да, квалификацию в WorldSkills Может другую стать там, ну, я не знаю Да, конечно, но в обязательном порядке, так скажем, на бюджетной основе Это именно вот то, чем он занимается Но параллельно у нас очень многие, поскольку мы готовим и электриков, и сварщиков Идут ребята и получают на коммерческой основе и эти специальности Чтобы быть уже более широким специалистом, более широкого профиля И выполнять все имеющиеся виды строительных работ А это дорогого стоит Спасибо большое Еще раз поздравляем, Александр, тебя и нашу сборную И, конечно же, благодарим Сергея Николаевича Рябиченко, директора Краснодарского монтажного техникума За такую подготовку наших специалистов молодых И Александр Куропятник, победитель в компетенции сухого строительства и штукатурной работы чемпионата WorldSkills Который завершился в Южно-Сахалинске буквально на днях